И снова, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сёстры. Прежде чем мы с вами перейдём к главной теме данного видео, я хочу огласить небольшой анонс тех видеороликов, которые вы увидите сегодня. Сегодня на моём канале вас ждут видео на тему истории, но вы это уже поняли, в частности, по названию данного видеоролика, который вы сейчас смотрите. Да, данная тема будет разделена на несколько частей в связи с многочисленностью ссылок по теме истории, которые вы мне прислали. А во второй теме мы с вами поговорим о международной политике, которую мы тоже рассмотрим в нескольких видеороликах. То есть разделим эту обширную тему международной политики на несколько частей в связи с многочисленностью ссылок на статьи и видео, которые вы мне присылаете. Ну что ж, давайте с вами перейдёмте, наконец-то, к первой части разговора об истории. О чем же пойдёт речь? Речь пойдёт о том, насколько упала самооценка россиян, в частности, россиян Юга России. Речь пойдёт о неизменности политики армянских радикалов, когда они не жалели даже собственных армян, глумясь и грабя их. Армяне России опустились, перестав себя уважать так же, как, впрочем, и русский народ, проживающий в данном случае. Я не буду говорить сейчас о Москве, потому что речь-факты, которые я представлю, касаются именно Юга России, в частности, города Ростова. Город Ростов. Город Ростов. Обширный, красивый русский город. С многолетней историей город, действительно, обладающий красотой. Это город, который всегда ценил независимость, некую форму независимости, которую порой можно было бы сравнить даже с некой формой отчужденности от России, от законов России. Настолько этот город старался быть независимым. Давайте с вами послушаем видеоролик о городе Ростове. В данном ролике меня будет интересовать, если говорить честно, только момент, связанный с событиями начала прошлого века, которые и засвидетельствуют о том, какие были граждане России начала прошлого века и насколько они опустились, включая армян Юга России, не только русский народ. Мы с вами также засвидетельствуем то, о чем я тоже уже говорил, это о том, что политика армянских радикалов не изменилась. Они тогда уже готовы были подставлять собственный народ под ножи, грабя и лицемерно улыбаясь, говоря о том, что они защищают интересы армянского народа. Давайте послушаем. В начале данного ролика пойдет разговор о истории Ростова в дальнейшем в данном ролике как раз таки зайдет речь о Дашнаках. Давайте приступим. Прошу прощения. Очерк преступного мира Ростова и Нахичевани на Дону. Я сперва объясню, почему у нас на два города одно полицейское управление. Какое хоть между ними расстояние? Версты? И стоило трусы разводить. Почему их не объединят в один? Так сложилось исторически. Ростов вырос вокруг военной крепости святого Дмитрия Ростовского. А Нахичевани это место куда переселили из Крыма армян еще в конце 18 века. Русские взяли Крым и обнаружили там угнетаемое православное население а конкретно греков с армянами. Интересно когда это турки угнетали армян учитывая что в Османской империи многие армяне занимали большие посты то есть армяне просто выставили себя жертвами. Как они сейчас это делают в отношении так называемого армянского геноцида. Ведь в те времена когда в Крым пришла Россия это как раз времена Османской империи когда армяне занимали большие посты. Интересно уже первая ложь обратите внимание как разлетается в клочья. греки греки подсуетились и первые попросили царицу Екатерину переселить их в пределы России армяне армяне на Дону на Дону на Хичеване полисмейстер один на всех между городами проложена лежа то и дело на нее завязают с обеих сторон где законно а где незаконно еще несколько лет и застроят ее совсем уже сейчас там разбит Александровский сад главное злачное место которое доставляет полиции множество хлопот но в каком смысле да в самом прямом сад большой стоит в чистом поле одним концом он примыкает к окраине на Хичеване и поэтому там более-менее порядок хотя бы есть освещение а с другой стороны не так до ближайших улиц Ростова 300 сажений и ни одного фонаря а развлечения в саду длятся до часу ночи артистки певички номера всякие народ валом валит так и бойнет потом представление заканчивается надо домой собираться а к этому времени с востока на охоту выходят нахичеванские банды с запада ростовский ну и глушат всех подряд не успел обыватель дойти до трамвая и муж по башке стукнули чуть не каждую ночь ограбления есть раненые и даже убиты если нахичевань армянский то и главные преступники там армяне армян там 60 процентов преступления у них чистые без насилия и крови очень любят например деньги подделывать или вексиля как это знакомо сейчас России не так ли ведь подделками завалена Россия и подделками руководят именно армяне это и алкогольные скажем так напитки и якобы в кавычках лекарства лекарства строительный бизнес где тоже армяне не гнушаются подделывать документы об этом то есть сфере армянского бизнеса кричат многочисленная пресса не только юга но и башкирии и даже алтая да того самого алтая в отношении которого армяне неоднократно говорят что якобы азербайджанцы тире тюрки пришли оттуда интересно продолжаем так что настоящих не отличишь чаще подделывают банковские билеты еще всякие махинации производят лавкачество и аферизм преступлениях требует ума и особой сноровки далекой от навыков рядовых крапителей слышали наверное про махичеванские деньги правда даже в этом отношении армянство упало ниже нижнего ведь армяне сейчас стали именно конкретно убивать и этому есть многочисленные тоже факты и свидетельства интересно не так ли продолжим каждый год в столице вылавливан потюку фальшивых банкрот никакого качества работа мастера другие виды злодейства знаете вот в отношении армянства еще хочу сказать они ведь действительно талантливый народ только в отношении подделок как они мастерски подделывают карты изменяют историю не только тюрков но и народов России русских также они попытались отличиться в отношении изменения тире подтасовок истории Англии когда они заговорили о том что англичане произошли от армян это правда это ребята это реальная правда когда они стараются убедить что Александр Македонский оказывается армянин когда они весь христианский мир стараются убедить что Иисус Христос был армянином таких фактов очень много и они умело подтасовывают эти моменты единственное что в отношении так называемой Великой Армении они немножечко ошиблись потому что есть две карты я уже показывал о Великой с одной стороны Армении с другой стороны Великого Курдистана которые существовали получается в одно и то же время непонятно то есть курды видимо научились часть курдов научилась у армян делать мастерские поделки так получается продолжим кабанда например а еще тут высочайшего класса шниферы любого медведя возьмут на лапу взять медведя на лапу взломать сейф моющики живут которые пассажиров в поездах обкрадывают остальное население это русские греки и евреи греки с евреями близки к армянам любят чистые преступления без насилия в банях Фрум и Шварц 19-й линии выделывают дипломы фармацевтов чтобы жить за чертой седлости наши же не такие в последнее время они дают армянам прикурить новые поселки Берберовка Кирилловская и Ясная Поляна почти сплошь русские народ там злой живут главным образом рабочие с кирпичных заводов Саксая и Береговы русским просто не давали возможность учиться видимо уже тогда получать образование и знания ну конечно же ведь изначально было сказано что в Нахчеване в той самой на Дону большинство составляли армяне так как же они бы дали бы русскому получать образование не так ли то же самое наблюдалось в свое время в отношении позиции армян в момент формирования так называемой республики Армения когда армянство не давало получать образование азербайджанцам и представителям других народов ведь большинство азербайджанцев проживавших в республике Армения вынуждены были ехать либо в Россию либо в Азербайджан при этом ведь ни для кого не секрет что в России знания действительно давались достаточно обширны и учиться было не так легко и если они ехали и могли получать высшее образование то идея высказана армянством что просто азербайджанцы не могли учиться это ересь просто ложь как же они получали высшее образование потом в Москве в Санкт-Петербурге в Ленинграде и в других городах Советского Союза неужели в Армении так строго смотрели на знания ну смешно не так ли продолжаем последний особый тип пролетария какой не снился социал-демократам полууголовный короче говоря особняком стоит Берберовка что не дом то при дом все лет без прописки даже беглых хранят краденое сами воруют будь здоров подпольная торговля водкой процветает молодежь сбивается у панты и шарит по округе поперечные улицы в Нахичеване называются линиями всего таких линий 40 последние самые восточные именуются горячий край и полиция туда не суется страшно пьянство хулиганство мордовой могут и прирезать с горяча хуже только богатяновки но мы до нее еще доберем все вот так вот в старой Нахичеване правят как раз армяне а вдоль границы там где поселки и заводы тожеверные дерева обделочные там наши и ничего живут обык иногда конечно ссорятся но если кто чужой придет сразу объединяются и изгоняют чужаков в пятом году как началась на Кавказе армяно-татарская резня на Хичеване приехали дашнаки армяно-татарская резня но так к сожалению называли тогда азербайджанцев кавказскими татарами хотя об азербайджанцах как о народе говорилось уже давно есть многочисленные факты свидетельства я не буду сейчас их приводить со времен еще арабских путешественников 3-5 века нашей эры которые четко говорили о присутствии азербайджанцев но Россия старалась как-то знаете сокращать древность народов чьи территории входили в состав России царской России застраивать тире изменять название городов в Средней Азии на Кавказе на русский лад чтобы сократить древность недаром Россия называла себя именно старшим братом не большим а это существенный момент многие республики Советского Союза были древней России эннократно древней не только столь любимая Россией Армения но давайте продолжим так Дашнаки Дашнаки как всегда приходят с целью грабежа знаете почему я сейчас остановлю остановил свое данное видео потому что Дашнаки в общем-то не изменили этой философии и во время возникновения организации такой организации как АСАЛА они ведь собирали подати они продолжали данное направление и на территории Советского Союза был такой фонд Крунг можно перечислять данный список и закончить на данный момент можно поставить условную точку это фонд Аястан почему я вспомнил Аястан фонд Аястан потому что деньги которые поступали в данный фонд во время в частности так называемой Второй Карабахской 44-дневной войны на самом деле для азербайджанцев это отечественная война армяне со всего мира посылали в фонд Аястан не без давления армянских радикалов многочисленные финансовые вливания но все эти деньги и сейчас в связи с этим в Армении заводятся многочисленные уголовные дела куда-то исчезли миллиарды долларов они просто растворились то есть как вы понимаете деньги которые армянство собирало в 1905 году также куда-то потом исчезли правда увеличилось количество богатых армян в различных странах мира но это совпадение видимо это видимо совпадение давайте продолжим не даст того зарезу по всему кавказу он такой гуча и тут решили поживиться не разобравшись что к чему прогорели еще как не учли что здесь народ лихой никого не платит а наоборот норовит отобрать у каждого богатого армянина имеется охрана из родней что помоложе в случае нужды они еще объявляют мобилизацию и тогда еще к бойцам идет ого короче говоря стали мы находить всюду зарезанных чернявых ребят по виду приезжих то под плотами максимума и сразу двоих то напротив лесной биржи обратите внимание это то о чем я вам говорил насколько русские и армяне юга России не скопали тогда в 1905 году понимаю я что те кто пришли к ним взимать с них некий налог просто грабители они отказались платить и просто поуничтожали массово заезжих дошнаков при этом это делали не только русские а даже ростовские армяне а что же сейчас что же сейчас дорогие друзья сейчас многие армяне ростова и юга россии даже похваляются что посылали деньги боевикам что что удается вырвать деньги у своих же соседей таких же армян и насколько низко пал Россия сама Россия сам русский народ юга России если он отдает власть приезжим армянам именно приезжим я не говорю об армянах которые жили в ростове интересно было бы задать данный вопрос таким армянам как лев валян которые проживают на юге как они к этому относятся как они относятся к армянам юга России которые давали сдачу заезжим дошнакам интересно было бы узнать его мнение но скорее всего он промолчит давайте еще некоторое время послушаем что же происходило то на рыбоспетных заводах рыбоспетный завод на котором пойманную речную рыбу спеют то есть просадывают и сушат армяне держат их на левом берегу а то в известном карьере кизитилинской балке все где себя шли это все были дошнаки а на севере между степной площадью и полотвом железной дороги что делается словами не описать в собачьем хуторе и за хлебными ссыпками и вокруг станции на хичевань донская полицейского надзора считают что нет слева бойни справа свалки а между ними вавилон землянки саманные дома с тайниками для слама сломборовская добыча постоялые дворы без патента мамины для налетчиков 60 тысяч а у меня в отделении 9 человек вместе со мной давайте остановимся на этом то есть несмотря на все сложности народ тогдашний народ юга россии понимал всю опасность нежелательность такого понятия как армянские дашнаки это видимо этих армян так называемый горягин жде называл нечистыми теми кто отказывался платить и давали сдачу даже дашнакам а что же сейчас а сейчас русские сами несут деньги в армянские фонды хотя экономика еще более в худшем состоянии чем экономика тех лет по тем временам в европе было не лучше интересно почему же русский народ и армяне юга россии настолько низко пали чтобы платить заезжим бандюганом убийцам не знаю дорогие друзья не знаю тем более учитывая тот момент мимо которого пройти тоже нельзя что юг россии грабили ведь не только заезжие дашнаки оно из заезжие из армении назовем так большевички типа кому в частности кому ради наживы готов был предать тех героям которых он стал о ком идет речь речь идет о связях кому с анархистами как вы понимаете через анархистов у него была связь и с западом с определенными кругами как минимум запада разве я не прав и его самоубийство на мой взгляд как раз таки связано с тем что никто или нечто решила заговорить о возможных потенциальных его связях с западными спецслужбами таково мое мнение югу России сильно досталось тогда и от заезжих дашнаков и от армянских так называемых большевичков но но давайте пойдемте еще чуть дальше как вы знаете на фоне всех этих событий армянские дашнаки боролись с большевиками в частности в этом направлении отличился Гарегин Жде сейчас некоторые спросят Кемран а при чем здесь Гарегин Жде при чем здесь нынешний Ереван ответ крайне простой как вы считаете если некий народ пускай это будут армяне генерализируют борца с большевизмом обожествляют его делают некой своеобразной духовной сердечной мозговой иконой и при этом на центральной площади столицы они ставят памятник одному из тех с кем сражался Гарегин Жде сбрасывая в частности некоторых из большевиков в татарское ущелье о чем это я неужели такое возможно неужели возможно в одном городе держать памятники двум столь противоположным личностям крупному большевику и Гарегин Жде как борцу с большевизмом а почему нет ведь в Карабахе так называемую столицу в кавычках они называли как Степанакерт в честь Степана Шаумяна боевика тире большевика с кем Жде сражался а может быть сотрудничал поэтому армяне так спокойно настаивали на названии именно так называемым Степанакерт вполне возможно но давайте вернемтесь к тому видео которое сейчас находится перед вашими глазами и послушаем маленький фрагмент крайне важный это о том самом как раз таки памятнике большевику вот отсюда вот отсюда располагается располагается вот огромное здание это мэрия города Еревана а это памятник Александру Мясникову эволюционер в артине государственной деятельности он устанавливал советскую власть в Белоруссии останавливаемся большевик который устанавливал большевистскую власть в Белоруссии то есть он даже не армянин интересный момент на фоне того что буквально скорее всего на небольшом расстоянии вот этого памятника находится памятник Гарьги Нон Жде как это сочетается насколько же армяне везде хотят усидеть на двух стульях с одной стороны они националисты с другой стороны они большевики не знаю что мне еще можно к этому добавить при этом говорю не я говорят российские эксперты но давайте продолжим да дорогие друзья и на этом мы не остановимся 90 лет назад территория Армении насчитывала 160 квадратных километров да армянство продолжает говорить о своей истории при этом всегда забывая о том кто предал ну по мнению армянства предал армянские земли кто же это был большевики да нет ленин договорился с ататюрком и наоборот сохранил большую часть территории за Арменией кто же это был а это были дошнаки те самые которые грабили юг России то есть не прошло 14 лет как с момента когда они грабили юг России они можно сказать разрушили Армению интересно не так ли а ведь они к тому времени к 1919 году собрали скорее всего неплохие финансы чтобы удержаться но где эти были деньги эти деньги также испарились в свое время когда была вторая Карабахская это уже в наши дни отечественная война 2020 года когда вооруженные силы Азербайджана освободили наконец-то наши земли да на некоторых все еще находятся российские миротворцы но даже Россия понимает что она не сможет не уйти если это потребует Азербайджан как-то так дорогие друзья подытожить данное видео данное я бы сказал альманах истории об армянских радикалах о России я бы хотел одним крайне интересным моментом Дилижан 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 сейчас некоторые спросят при чем здесь армянский город Михаил Ширвинд это сын легендарного советского актера и при чем здесь Баку знаете сейчас вы должны прочувствовать тот момент как некоторые российские так называемые медийники работники медиасферы помогают армянам искажать факты как эти медиафигуры подбрасывают армянам способ со временем зацепиться за недосказанность о чем это я ну давайте посмотрим с вами небольшой часть из данного видео сейчас вот отсюда мне иду как бы я как персонаж Миронова здесь я падаю и говорю черт побери и вот помните примерно два вот таких персонажа стояли около аптеки но почему я остановил скажите мне о чем сын легендарного советского и российского актера не договаривает знаете знаете если была бы действительно обширная поддержка я бы даже бы данное видео запустил бы как некую игру на внимательность с получением призов для наиболее внимательных из вас дорогие мои зрители и гости моего канала но надеюсь что поддержка канала все таки будет осуществляться поэтому в будущем я обязательно буду проводить такие своеобразные игры на внимательность для вас дорогие мои зрители он не сказал самое главное вернемся к аптеке он не сказал о том что та самая аптека на которую он намекает исконная аптека находится в городе Баку в Азербайджане а ведь армяне сейчас могут распивать выходит то что со временем когда исчезнут сведения может быть о том что данный фрагмент снимался оказывается где нибудь в Армении или способ поглумиться вот над Азербайджаном не так ли ну на этом все дорогие друзья все необходимые данные для поддержки канала я оставлю под видео так же я очень хотел бы чтобы вы не забыли поставить лайк под данным видео подписаться на канал как это делаю я нажать на колокольчик и распространить тире поделиться ссылками на мои видеоролики в соцсетях на этом все дорогие друзья я с вами прощаюсь до новых встреч на моем канале всегда ваш Сеидов Камран до свидания до свидания